В своих сюжетах мы неоднократно рассказывали о мошенниках, представляющихся работниками Горгаза и навязывающих славянцам по баслословным ценам совершенно бесполезные приборы. Теперь на смену лжегазовикам пришли лжепожарные, которые, пугая жителей новыми законами, устанавливают им в дома пожарные извещатели. За свою работу они берут суммы в 10 раз превышающие стоимость данной услуги. Как не попасться на уловки аферистов, смотрите в следующем материале выпуска. В начале апреля в дом пенсионерки Лидии Бутовой пришли два молодых человека. Представившись сотрудниками пожарной службы, попросили осмотреть дымоход, а заодно предложили установить пожарный извещатель, который теперь якобы по новому закону должен быть в каждом доме. Лжепожарные были убедительны и подозрений не вызвали. Показал удостоверение сразу мне. Я так засомневалась, но он показал удостоверение. Я без очков не очень хорошо вижу. Я только увидела, что он пожарный инспектор по удостоверению. Его фотографию сравнила с ним. Подпись, печать была там. Ну и все. Пожарный инспектор. И я так опять стою и сомневаюсь, пускать не пускать их. Они говорят, что мы только посмотрим, у вас дымоход. Ну как, работает вентиляция, у вас есть дымоход? Я говорю, у нас есть дымоход. Но у нас были газовики, они проверяли у нас дымоход. Ну, мы только посмотрим и все. Ну, заходите, посмотрите. Аферисты сообщили, что сейчас проводится плановое обследование всего частного сектора. И впоследствии будет проведена установка извещателей в каждом доме. Стоимость услуги порядка 7 тысяч рублей. Но если это сделать сейчас, то цена будет ниже. Всего 4 тысячи 100 рублей. Дочь хозяйки дома Ирина согласилась. Вам установка бесплатна. Мы сейчас вам поставим бесплатно. Это будет всего 4 тысячи. Я сейчас быстро вам договор составлю. Все будет по договору. Я говорю, ну, давайте, если так, ну, в плане того, что я маме еще говорю, ну, старая электрическая проводка, и, ну, мало ли что, да, может быть пожар там. Как только я ему деньги в руки отдала, он сразу как будто бы по телефону стал разговаривать. Да, ярмарочная, 237. И быстро ушел. Я очнулась уже, когда посмотрела в договор, что это индивидуальный предприниматель, то есть ИП. И я быстро выбежала, но никого уже не было, уже я никого не увидела. Это все быстро происходило. Не очень быстро. Он быстро говорил, быстро составлял договор все, что я не могла быстро, ну, как бы, опомниться, да, и спросить, а сколько стоит этот датчик, дайте мне вот кассовый чек на этот датчик, счетчик. Я не успела опомниться. Прочитав оставленный договор, женщина поняла, что приходили не пожарные, а представители индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Краснодаре, которые ей продали пожарный извещатель за цену в 10 раз, превышающую его реальную стоимость. Звонки по телефону, указанному в договоре, результата не принесли. Как пояснили нам в отделе надзорной деятельности и профилактических работ Славянского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, их специалисты не занимаются подворовым обходом частного сектора. Что касается установки пожарных извещателей, то это дело добровольное. Установка пожарных извещателей на сегодняшний день актуальна, с целью предупреждения пожаров в жилых домах, но законодательно обязать граждан, предудительно устанавливать датчики в своих домовладениях, никто не имеет права. То есть, если человек хочет на добровольной основе предупреждить возникновение возгорания на ранней стадии в своем домовладении, он может установить в своем домовладении пожарные извещатели, исходя уже из своих финансовых возможностей. Принудительно по всем домам сотрудники МЧС не ходят и не устанавливают никому никакие извещатели, потому что, скажем по большому счету, это вообще не входит в их компетенцию. Они могут провести обследование, провести с гражданами инструктаж по вопросам, связанным с пожарной безопасностью, но установкой пожарных извещателей мы не занимаемся. Пожарные извещатели, возможно, и необходимы, но устанавливать их в домах и квартирах закон граждан не обязывает. Кроме этого, цена самого простого датчика составляет порядка 250-350 рублей, но никак не 4 тысячи. Если к вам пришли представители какой-либо организации и предлагают заключить договор или что-то купить, не спешите принимать решение, скажите, что подумаете, посоветуйтесь с родными, проверьте полученную информацию, а лучше вообще не пускайте незнакомцев на порог. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».